Мы практически полностью посвятили исследованию аудиозаписей и до видеозаписей не дошли, потому что они слишком объемные и, соответственно, перенесли их на завтра. Но аудиозаписи, которые были представлены, это были аудиозаписи обвинения и это якобы ключевые доказательства, на которых вообще обвинения строят всю свою фабулу и всю свою позицию. Мы их внимательно сегодня послушали и увидели на самом деле только одно. В этих аудиозаписях есть переговоры каких-то мутных людей, о каких-то мутных темах. Они рассказывают друг другу какие-то мутные истории, о том, где у них связи, с кем они могут какие-то вопросы порешать и так далее. То есть абсолютно какие-то невнятные переговоры по невнятным темам, совершенно не ясно, при чем здесь Олег Валентинович Сорокин, какое отношение он к этому всему имеет. Он в этих переговорах не участвует. Везде, где хоть как-то он в какой-то форме участвует, хоть в каких-то переговорах, везде он говорит исключительно об официальной позиции города, о том, что он способствует развитию инвестиций и хотел бы, чтобы инвесторы приходили в город. И все. То есть все вопросы, которые пытаются штатные провокаторы, о которых мы уже говорили, заявлять в этих переговорах, про какие-то вопросы, про какие-то встречные обязательства, это все вещи, которые исходят от людей, которых мы полагаем провокаторами. Ну и, конечно, во второй, завершающей части сегодняшнего судебного заседания произошло для нас совершенно невероятное, потому что когда прокурор начал оглашать письменные документы, письменные доказательства, нам было сказано, в частности, Олегу Валентиновичу прямо, что по итогам оглашения всех письменных доказательств защита будет иметь возможность дать по ним всем замечания, чтобы мы здесь не прерывали прокурора на каждом шагу и так далее. Прокурор оглашал доказательства совершенно вольным способом, то есть пролистывая там десятки страниц, игнорируя какие-то документы, значит, даже по заголовкам не называя многие листы дела. Конечно, прокуратура вправе представлять доказательства так, как она считает нужным, потому что это те доказательства, на которые она ссылается, но и мы не должны быть лишены возможности, значит, любые документы, которые мы считаем важными, огласить так, как мы считаем необходимыми. И сегодня я заявил ходатайство суду о том, чтобы суд нам разъяснил все-таки, потому что суд начал говорить о том, что вроде как уже и не будет у нас такого права, подробно эти документы огласить. Я заявил суду ходатайство о том, чтобы он разъяснил, когда же вот сейчас конкретно, когда обвинитель закончил письменные материалы представлять, или потом, когда защита будет представлять доказательства, мы вправе огласить документы, которые прокурор нормальным образом не огласил. Ну, суд пока особенно внятно на этот вопрос не ответил, но якобы сказал, что вроде как защита уже могла там делать свои замечания, когда хотела, то есть прямо себе противоречил. Мы, конечно, на это заявили возражение неоднократно и мотивировано, ну, посмотрим, что будет дальше, но в целом это, ну, вообще фундаментальное нарушение процессуального равенства, то есть фактически защите и тогда, и сейчас, и, видимо, уже на будущее отказано в праве заявить, в праве исследовать то или иное доказательство надлежащим образом, только потому, что прокурор его включил в свою табличку, но при этом потом, значит, сама не читала. Вот такие вот у нас сегодня интересные новости в судебном разбирательстве. Продолжение следует...